Анатолий Григорьевич, добрый вечер. Добрый. Я действительно, если не рад вас видеть очень, тем более, что есть повод поздравить вас с медалью. Я, честно говоря, не знал о такой медали. Расскажите мне, пожалуйста, что это за медаль? За что вы ее получили? Ну, это сделали медаль в память Лёва Николаева. И наградили нас, как сказано, за вклад в просветительское телевидение. Это было очень приятно, потому что с Лёвом мы очень дружили, особенно в последние годы. Вместе бродили по организациям и объясняли, что хорошо бы восстановить познавательное телевидение. Нас внимательно слушали, очень уважительно, не могу ничего сказать. Ну, пришли два птеродактила. Вот, слушали, провожали до дверей, чаем угощались, сушками. И все оставалось на том же месте. Мы даже посмеялись, как-то вышли. Я Лёве говорю, как ты думаешь, а чего сегодня он скажет? Там мы были очень крупных товарищей, пожалуй, еще у всех. Я говорю, как думаешь, что он скажет жене? Наверное, скажет, что пролетали два птеродактила. Вот, кухотали и улетели. Вот, Лёв даже потом подумал, говорит, ты знаешь? Говорит, нет, я не уверен, что он знает птеродактилей. Наверное, скажет, что приходили два чудака и требовали несуществимого. Возобновление познавательного телевидения. Но я почему-то уверен, что оно будет. Я очень хотел бы, чтобы общественное телевидение... Ты все равно задашь вопрос. Нет, я не задам. Не задашь, хорошо. Я не задам. А то я знаю, тебя все всегда опасались этого. Вот. Я хотел бы, чтобы общественное телевидение было познавательным телевидением. А у нас есть вообще познавательное телевидение? Нет. Ну, а канал Культура? Сегодня нет. Ну, это не совсем, это канал Культура. Понимаешь, познавательное телевидение значительно шире канала Культура. Что такое познавательное телевидение об интерпретации Лысенко? Который не переродактиль ни разу, а титан. Телевидение, которое, если хочешь, делает человека умнее. Делает человека умнее. Оно заставляет его и побуждает его думать. Оно побуждает его искать ответы на вопросы. Это очень непросто. Знаешь, вот как говорят, что ой-ой-ой, вот сейчас дети не хотят читать. Но, понимаешь, заставить ребенка читать, это непросто. Читать это труд, правильно? Разбираться с гаджетами тоже труд. Они с гаджетами разбираются гораздо быстрее нас. На порядок. Причем эмпирически, как-то, без всяких инструкций. Без ничего, они молниеносно срабатывают, все. Но все-таки это не читать. Понимаешь, сегодня эти ребятки, они выросли на стыке. Вот пришла новая технология, и ведь они не знают, что такое читать. Сегодня ребенок не знает, что такое чтение. Сегодня ребенок, к сожалению, да и не только ребенок, я могу судить это по своим студентам, более взрослые ребята, не знает то, на чем мы росли. Произошел очень странный такой момент. Слово культурного восприятеля. Вот мы росли, мы понимали, что если мы не читали Паустовского, если мы не читали Грина, если мы не читали Булгакова, уже позднее, так сказать, потом, то жизнь Гайдара, жизнь проходила мимо. Сегодня, когда я задаю своим студентам вопрос, поднимите лапки, а кто читал из вас Паустовского? И никто не понимает руки. Может, они что-то другое читали, что мы не читали? Ну, может быть. Но я, я не могу сказать, что я большой знаток сегодняшней литературы. Ну, я бы сказал, что это неадекватная замена сегодняшней писателя. Не буду говорить о фамилии, но все-таки это неадекватная замена. А затем, понимаешь, как бы пропало стремление следить, следить за литературным процессом. Мы же за этим следили, кем бы мы ни были, инженерами. Но они следят за интернет-новинками. Просто сейчас другие процессы. Знаешь, интернет мне чем-то напоминает канал «Культуру». Сейчас объясню тебе, сейчас объясню, почему. Хотя канал «Культуру» я очень люблю, а интернет меньше. Появление канала «Культура» создало своеобразное, я говорил уже об этом, своеобразное даже культурное гетто. Вот как бы вся культура загнана в канал «Культура». И руководители других каналов, когда им говорят, ребята, почему у вас нет культуры? Они говорят, как? Ну, уже канал «Культура», ну, чего вы хотите, чего вам еще надо? Но сегодня канал «Культура», конечно, это канал «Искусство». А культура шире, чем «Искусство». Почему? Там какие-то политические дискуссии бывают. Ну, это же тоже «Искусство». А «Искусство-политическое» в «Искусстве»? Не существует такого понятия. Это же гигантский был слой. Это были инженеры, врачи, педагоги. Ну, не знаю, кто еще там. Ну, все. И люди жили, интересуясь новыми журналами, причем журналами художественными, если они были, они меньше, конечно, были политическими журналами. Они читали все новинки, они смотрели все кино. То есть люди жили в таком культурном наборе. И получалось, что телевидение выполняло знаменитые суетариады, информировать, просвещать и развлекать. Где-то, начиная с 90-х годов, одновременно с вторжением рекламы, которая, как ты помнишь, под вашим водительством. Да, она пришла такая скромная, застенчивая реклама, сел на краешек стула, сказал, ребят, я немножко посижу, если вам нужно, что-нибудь я вам помогу. А потом как-то тетя растолкала и стала хозяйкой на телевидении. И вот, когда она пришла, что получилось? Информация сегодня ушла в интернет. По скорости, по темпу. Я сам себя ловлю, я небольшой, раз на друг интернет, и все. Но я новости получаю через интернет. Просвещение. Ну, вообще, никуда. Это не наша функция. Как сказал Авиан, руководящий товарищ на телевидении, он сказал, что просвещение – это не функция телевидения. А кто это сказал, кстати? Один наш общий знакомый. Хорошо. Будем так говорить. Вот. И осталось развлечение, которое заполонило все. Значит, развлечения в разных видах. Или какие-то там. Бабки с голыми ногами. Или стреляли. Я, знаешь, я когда смотрю, иногда вот так пощелкаешь каналы, и сразу вспоминаешь фильм «Белое солнце в пустыне». Вот, когда спрашивают его, ты что пришел? Стреляли. То же самое и здесь. Стреляли. Я сегодня не представляю актера, я думаю, что, наверное, это сейчас уже в театральных вузах учат, который не умел бы держать в руках пистолет, не умел бы стрелять от бедра. А что играть-то? А что играть? Играть-то надо уметь стрелять. Ну, если что-то умеешь, дать по морде. Но это сложнее все-таки. Тут нужна какая-то спортивная подготовка. А стрелять как-то, изображая стрельбу, значительно проще. И вот так и произошло, что распались функции. Это ушло в интернет, дав толчок тому, что, ну, телевидение, все, оно погибло. Забудьте, скоро получите приглашение на похороны, а будет один великий интернет. Ну, на моей памяти я уже хоронил книги, театр, кино, живописи. Все, понимаешь? Они живут. В 92-м году, я помню, говорили, радио, ребята, ну, 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 это смешно. Радио погибло, и уже никогда больше не поднимется. И сегодняшняя вещь. Так что, я думаю, что и телевидение сохранится. А интернет, понимаешь? В интернете мы утешаем себя, что это, ну, больше журналистика, особенно мне нравятся теоретики, которые там поручились 4 месяца где-нибудь в Западном университете. Они знают, кто такой МакЛюэн, они знают, что такое медиакоммуникация, они, правда, не знают, что такое журналистика и как писать, но это уже мелочи. И вот ты понимаешь, что получается интернет, интернет-журналистика. Я для себя вывел, что интернет-журналистика это безразмерная журналистика, переходящая в словоблудие. Потому что такого количества словесного, извините, заражения поноса, который идет в интернете и отсутствия мыслей я там недавно не видел. По-моему, если бы это печатано было на бумаге, бумага скукошилась бы. Но в электронике, как видим, там более такие устойчивые системы защиты. И это не журналистика. Ну ведь разное есть. А когда человек выкладывает в YouTube снятый вот им только что на телефон ролик, это же есть информация, это контент, полученный вот практически в режиме онлайн. Моментально. Только что это произошло... Я поэтому и говорю, что именно информация это та, то поле, на котором интернет играет и, думаю, победит. Потому что технологически молниеносный выход в их... Хорошо. Если в информации победит интернет, что остается с телевидением? Аналитика. Аналитика? Аналитика. А интертеймент? Аналитика, развлекать разве не должно телевидение? Развлечения и развлечения. Ничего страшного, я не вижу в жизни. Спасибо Богу, что кто-нибудь подумал, что я не корректирую. Нет, есть прекрасное развлечение. Даже на нашей эстраде есть прекрасное. Исполнители, которых я с удовольствием смотрю. Это кто, например? Юсер Дович Кобзон? Ну, перед дождем я могу только снять шляпу за его творческое долголетие. В общем, это не так. Ну, я бы сказал, что из, скажем, современных таких вот эстрадников мне очень нравится гальца. Очень нестандартный парень, очень интересно работающий. Скажем, я даже такую вещь скажу, я небольшой поклонник Евгения Владимировича Красяна, хотя он человек редкой культуры и начитанности. Просто я знаю это. И фанат книги, что мне особо приятно. Но я скажу, что я посмотрел его вот этот концерт 50 лет на эстраде и некоторые его монологи меня очень удивили. Это очень интересная и хорошая штука. Это смешно? И смешно, и умно. Видишь, смешно выйти без штанов. Это Мир Ходжи когда-то сказал, что перебить актера, потерявшего на сцене штаны нельзя. И это действительно так. Ну, это невозможно. Ну, знаешь, что меня смущает? Недавно по каналу Культура крутили передачу, по-моему, посвященную «Вокруг смеха». Передача была такая, если ты помнишь. Аркан вела ее. Иванов, конечно. Я помню, да. И вот показывали зал «Вокруг смеха» и там выступали на сцене Трушкин, Арканов, Гриша Горин, Михаил Михайлович. зал, где люди смеялись, где люди слушали и ловили, знаешь, второй текст, подтекст, но люди смеялись. И потом показали один из концертов, не буду, какой, и выступали, так сказать, все недостатки нашей стоматологии видны сразу и понятно, где у нас золотой запас хранится. Если Минфин не знает, то можно посмотреть на этих сценках. Вот это, вот эта бездумная ржачка, но беда в чем? Люди приучаются и начинают думать, ведь у нас очень большое доверие к телевидению. Доверие к телевидению? У кого у нас? Вы говорите о нашем поколении или у нас в стране? Люди, которые постарше и будем так говорить в провинции. При всем, при том, понимаешь, мы же ведь оцениваем все с точки зрения внутри кольцевой. Я перебил, к телевидению или вообще к средствам массовой информации? Нет, к телевидению. Именно к телевидению? Именно к телевидению. Есть такой чудесный сериал Герчикова, режиссера Кучугурской хроники о селе Кучугуры. И вот один из сериалов, одна из серий посвящена как люди воспринимают телевидение. Это потрясающая вещь, вот как люди воспринимают это телевидение. И люди воспринимают его, воспринимают его как советчика, как, если хочешь, даже представитель хорошего вкуса. Хотя ругают. Хотя ругают, но это обычная история. Но, здесь в чем обидно? Я всегда привожу пример, соль близкий мне, если собачку от рождения кормить педигарепалом, то когда она подрастет, и ты дашь кусочек мяса, свеженького, она так перепугается. Это правда. Понимаешь? Вот то же самое. Мы прокормили почти 20 с лишним лет население педигарепалом, телевизионным педигарепалом. И боюсь, что теперь, когда мы начнем, ну... Ну, хорошо. А когда было свежее мясо? Когда оно было? Вы ведь... 87-й, 92-й. Ну, то есть, ваш звездный час, когда вы в молодежке создавали... Нет, я не могу сказать, что это мы создавали... Это было время востребованности и время ответа на востребованность. Понимаешь, не надо прикидываться, что мы там были большие революционеры, собрались с целью свержения СССР. Да нет, мы отвечали потребностям времени. Да, но вы, отвечая, или мы их, отвечая потребностям времени, привнесли именно вот эту развлекуху на экране телевидения. Ну, я бы не сказал, что развлекуху эту. Извини меня, Цой и Шевчук это не новые русские бабки. Это... Или Гребенщиков, который пел, полковник Вася приехал на фронт, это что, развлечение? Нет, но социальный рок... Цой с огурцами это развлечение? Монологи Жванецкого, Горина, Арканова, Мишина, это что развлечение? Но поле чудес это развлечение. Оно пришло позднее, Миша. Вы же обозначили период с 87-го по 92-й. 91-й год вы привезли поле чудес из Парижа. Поле чудес, да, украли. Нагло украли с Галкиевкина. До сих пор живет проект? Да, но совершенно другой. А уже социальный ромб ушел в свою нишу. Мы хотели в суд подать, чтобы мы украли у них. А потом, когда посмотрели то, во что это превратилось, они сказали, не, ребят, это другая передача. Так я к чему говорю, что вот эти же форматы развлекательные, они живут поныне, востребованы, а герои социального рока, перечисленные вам, их помнят, их любят, но в узкой нише это субкультура. Потому что она воспринимается сложнее. Да. Она воспринимается сложнее. Ты понимаешь, значительно легче воспринимать то, что, извини меня, авторы журнала «Осколки» или «Стрекоза» до революции были популярнее Чехова. Правильно? Да. Потому что Чехова, да, это так было. Потому что Чехова нужно читать и думать. Нужно читать и думать. А легче зрителю дать то, что то, что называл один исполнитель «Пипла Хавает». Понимаешь? Ему давали такой вот ну не «Шерпотреб». Да, «Шерпотреб». Такой, знаешь, «Соловой номер 4» какого-нибудь Зюзюкинского райпотребсоюза. Вам не кажется, что в течение 70 лет в Советском Союзе на телевидении и вообще в средствах массовой информации и на телевидении в том числе доминировала субкультура как раз помянутой вами советской интеллигенции? Все эти симфонические концерты, все эти качественные вещи, которые на самом деле широкой публике не привить. Это не пиди-гриппап. Ты не знаешь... Это мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Тут и да, и нет. И да, и нет. Да, то, что вкусы и интеллигенции доминировали, да, но не совсем так, потому что параллельно с этим существовало что? магнитофонные записи. Антеграунд? Существовали эти... И, извини меня, на концерты симфонической музыки ходили все-таки больше, чем сейчас. Ходили больше. Вы уверены? Да. Хотя сейчас залы очень хорошие, неплохие. Но было, если хочешь, модно. Было модно ходить на концерты. Правильно? Сегодня... Сейчас модно ходить в театры? Ну, все. Театр-то выжил. Театр выжил. Казалось, все, театр помер. Ребята, ну что, еще малый театр поставить. Последний раз в 17 лет вы расцвели прелестно. Царев скажет в свои 74 года и с трудом приподнимется с колен. Конечно, никто не ходил. Я помню, как ходили школьники и бросали монетки на сцену, так сказать, воспринимая это. А сегодня ходят. Почему? Театр нашел, о чем говорить, и он получил отклик. Он получил своего зрителя. Мы ушли, может быть, от залов гигантских, ушли в залы маленькие, но он нашел своего зрителя. То же самое я убежден, что произойдет и с телевидением. Я ведь верю в такую вещь, может, наивно. Вот цифра. Все молятся на цифру, как вот изобретут электричество и наступит с понедельника счастливая жизнь. Как писал Иль в своем дневнике, электричество уже есть, а счастье все еще не наступило. Ну вот придет цифра. Будет сотня каналов. И я убежден, что это спасение для телевидения. Почему? Да потому что сегодня, если посмотреть цифры, я не верю в рейтинги. Нет? Нет, нет, нет. Я знаю, как считать. Но я верю в собственный, ну, если хочешь, нюх, который позволяет ему все-таки столько лет удержаться на плаву телевидения. И я вижу, как постепенно набирается интерес к нишевым каналам. К историческим каналам, таким, скажем, кто есть, кто ностальгия. Да, но за счет этого именно у больших игроков и доля падает. За счет интереса к нишевым. Вот. То есть произойдет, пройдет время. И этот процесс будет развиваться дальше. Ведь трагедия в больших каналах не в том, что там сидят злы дни. А трагедия в том, что когда ты вещаешь не на Люксембург с Люксемштейном, а на эту гигантскую страну, которая зовется, хотя сейчас не принято говорить наша Раша, но она же наша Раша, вот на эту гигантскую страну, и ты должен этим каналам покрыть и Чукотку с оленеводами, и профессоров Калининградского университета, правильно? И колхозников со Ставрополя. И ты должен, ты же не можешь, чтобы появился диктор и сказал, эй, вы, у кого IQ меньше стал, выключите телевизор немедленно. Нет, ты обязан на всех. Вот усредненность общенациональных каналов, это их сила с точки зрения рейтинга, рекламы и денег, и это их слабость, потому что усредненность и средняя, есть железный закон математики. Если все строить по-среднему, кривая идет вниз. И ничего с Йентем, результативная кривая, она идет вниз, ничего с Йентем сделать нельзя. И я верю как раз, что пойдет вот этот вот процесс нишевых каналов, разброса человеческого интереса, а вот эти большие каналы, они, может быть, и останутся каналами распространения. Хорошо. Такими, я бы сказал, концертами на стадионах, как были в 80-е годы, очень модно. Просветительское телевидение, это, вот я не понимаю, о каких форматах мы говорим, что вот может быть на телевидении. Просветительское телевидение, все что угодно. от ток-шоу до кино, от анекдота до чего, желание, желание просветить, рассказать, чтобы у человека вот здесь зашевелилось, со скрипом, может быть, отвычное, но зашевелилось. Желание просветить, оно должно коррелировать с желанием просвещаться. У потребителя-то должно быть желание, должен быть какой-то стимул смотреть такого рода вещи. Ежеверное правило, ребенка надо вначале заставлять учиться. Опять же, возвращаясь к телевидению и к 70-ти годам советского агитпропа, заставляли ребенка, условно говоря, то есть, ну, народ, электорат, заставляли любить Чайковского. Не получилось? Не получилось. Ну, значит, невозможно заставить? Ну, все-таки, я должен тебе сказать, что музыкальная культура в то время была значительно выше, чем сейчас. Да были уроки музыки, потому что в школе, а сейчас нету. Вот, вот. Так а, при чем здесь телевидение? Ты же сам говоришь, были уроки, все же было подкреплено, были уроки музыки, были кружки в Доме культуры, была самодеятельность, понимаешь? И не было конструирования исполнителей. Сегодня же, сегодняшняя эстрада конструкция, включающая себя основой что? Что? Талант? Нифига. Деньги. Ну, что ж, я желаю, чтобы вам хватило на все ваши начинания, я имею в виду не вам лично, а тому делу, который вы затеяли, и затеяли давно, и я желаю, чтобы в 2013 году наконец-то осуществились все ваши проекты, которые вы задумали, и что-нибудь произошло, то, чего вы не задумали, но чтобы это было классно и хорошо, и, как говорится, в масть. Ну, на этой оптимистической ноте хотелось бы закончить. Мне бы тоже это хотелось. Мы закончили. Хотя не очень уверен. Надо верить. Вам спасибо.